Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава Евангелия от Луки. Я прочитаю для библейского портала экзегет свой собственный пока не изданный перевод. Первая, вторая главы. Большие, сложные, длинные. Иоанн Креститель, Иисус, их рождение и все, что с этим было связано, как воспринимали люди вокруг них, как принимал их израильский народ. И вот, наконец, Третья глава рассказывает об общественном служении. История начинается с Третьей главы. Первая и вторая – это, скорее, предыстория, очень важная, очень нужная, но еще не самостоятельная. Как начинается, собственно, история? Лука же у нас историк, да, он не просто рассказывает, что ему там в голову пришло или что он от кого-то слышал. Он тщательно все исследовал от начала, как он в своем прологе в первой главе сказал. Поэтому начинается очень четкая датировка. На 15-й год правление Цезаря Тиберия, а Тиберия – это преемник Августа Активиана, 15-й год его правления, 28-й год нашей эры. «Наместником ваудеи был Понтий Пилат, в Галилее правил тетрарх Ирод, его брат Филипп был тетрархом над Этурией Траханетидой, а Лисаней – тетрархом над Авелинеей. Первосвященниками были Анна и Каяфа». Зачем нам все это знать? Ну, во-первых, смотрите, датировка, как правило, была по правителям. Казалось бы, достаточно сказать, что Тиберия – император, и это 15-й год его правления, уже известно. Но, с другой стороны, вот вводится некоторая политическая обстановка того времени. Я напомню, что когда рождается Иисус, Марк рассказывает, Матфей рассказывает, что правит Ирод Великий. Вот, и на самом деле Лука тоже его упоминает, царя Ирода, и там дальше он датирует Рождество скорее по правителю Сирии, римскому наместнику, и мы уже об этом говорили в связи со второй главой. А вот после смерти Ирода Великого его царство делится на части, и ими правит, с одной стороны, наместник Понтий Пилат, это прямое управление Рима, а с другой стороны, другие части управляются тетрархами. Тетрарх – это правитель над четвертой частью. Ну, вот одна часть уже напрямую римлянам, главная часть Иудеи, а остальная так нарезана довольно изысканно, потому что не нужно, чтобы было сильное государство, разделяя властвуй, главный принц Римлян. И вот перечислены все эти люди. Ирод, который здесь упомянут, это сын Ирода Великого, Ирод Антипа. И первосвященником были Анна и Каиафа. Стоп, а разве первосвященник не один? Как это? Ханан, как его звали, но слово Анна – это такой русский вариант его имени. Первосвященник с 6 по 15 год, а Каиафа – его зять, первосвященник с 18 по 37. И почему так получилось? Ну, дело в том, что, конечно, первосвященник всегда один, и вообще-то это пожизненная должность. Ну, это в теории. А на практике, поскольку иудеи контролируются полностью Римом, то одного сняли, другого поставили. Ну, и что? Так им захотелось. А тот, кого сняли, он же его тесть, то есть он имеет на него влияние все равно. То есть фактически он остается первосвященником. Ну, знаете, вот в тот момент, когда я это записываю, есть два римских папы. Один в покое живет в отставке, а второй актуальный. Но тот, который в покое, тоже нельзя сказать, что он перестал быть римским папой, потому что это пожизненная, в принципе, должность. Вот и в древности такое тоже было. Итак, значит, было тогда Божье слово к Иоанну, сыну Захарии, живущему в пустыне. Иоанн Креститель, конечно, имеется в виду. Он стал обходить тогда окрестности Иордана и проповедовал крещение как обряд покаяния. В нем прощались грехи. Крещение по-русски, конечно, не очень точный перевод, потому что в нем есть слово крест. Иоанна Креститель прямо с крестом в руках изображает. Нет, крест еще ничего не значит, а он совершал обряд омовения, который в иудаизме довольно был распространен, как сегодня в исламе, например, абдест в исламе, то, что делают перед каждой молитвой. Конечно же, это делали в иудаизме не перед каждой молитвой, но достаточно часто нужно омыться после осквернения разнообразного. Но Иоанн, очевидно, совершает какое-то особое омовение, которое не просто удаляет состояние ритуальной нечистоты после месячных у женщины, например, но которое удаляет нечистоту греховную, нравственную. И человек посвящает себя Богу не на какой-то краткий период времени, а полностью. Так написано в книге изречений пророка Исаии. Голос взывает в пустыне, приготовьте Господу дорогу, распрямите пути для него. Всякая долина возвысится, всякая гора или холм понизится. Кривой путь станет прямым, а бугристый гладким. Ну вот, пророчество Исаии, которое здесь приведено как, собственно, объяснение того, что совершает Иоанн. Приготовьте пути для него. У Исаии это, конечно, скорее всего, речь идет о том, что народ Израиля выходит из Вавилона, из ссылки. И здесь как раз имеется в виду нечто другое, то, что пустыня — это не место, через которое будет проходить народ, как непосредственно у Исаии, а пустыня — это место, где проповедует тот, кто это говорит. И увидит все, кто живет, как спасает Бог. Это все цитаты из пророка Исаии, 40-ая глава, как раз такая радостная глава, где идет речь про исход из вавилонского плена. И прекрасная параллель. Люди живут в плену у греха, и они должны выйти из этого плена. К нему приходили толпы, чтобы принять от него крещение, а Иоанн им говорил. Змейные вы отроди, кто это подсказал вам, как избежать грядущего гнева? Ничего себе он работает с поклонниками своими, да? Ругает их, на чем свет стоит. Делами докажите, что ваше покаяние приносит плоды. Не думайте даже рассуждать, мол, отец у вас Авраам. Говорю вам, что Бог может из этих камней создать детей Аврааму. Уже и топор положен к древесным корням, и всякое дерево, которое не приносит плода, срубают и бросают в огонь. Смотрите, вот это жесткое обращение, оно показывает, что соблюдение ритуала ничего не значит без изменения жизни. Делами покажите, что покаяние приносят плоды. Отец у вас Авраам, ну, понятно, что из рельсиане возводят свою род к Аврааму, но это не оправдывает того, как живет человек каждый конкретно. Топор, понятно, что дерево, которое высохло, не приносит плодов, его срубают и пускают на дрова. И это образ, ну, или одного человека, или общности людей, может быть, даже целого народа, который должен либо принести Богу плоды, либо быть готовым к тому, что его срубят. Толпы его спрашивали, как же нам теперь быть. О, они услышали, может быть, именно такое резкое обращение позволило им понять, что вообще все серьезно. Он им отвечал, у кого есть две рубахи, поделитесь с тем, у кого нет, и у кого есть еда, поступи так же. Здравый смысл, да, то есть он не говорит им, давайте молитесь там усиленно по пять часов в день, давайте там поститесь, ничего не ешьте. А он говорит, делитесь, вот у вас есть лишнее, делитесь с тем, у кого нет. Приходили к нему креститься и сборщики податей. Почему такое особое внимание? Ну, они, во-первых, работают на римлян, и они коллаборационисты, то есть те, кто оккупантам способствует. А во-вторых, ну, они очень много себе в карман кладут. Ну, и кто же любит тех, кто у них отнимает деньги? А сборщики податей ровно это делали. Они у него спросили, учитель, как нам поступать? Вот, ну, им тоже хочется спастись, да, им тоже хочется каким-то образом получить милость от Бога, но они прекрасно понимают, что они в глазах людей, в глазах Бога отвратительные люди. Он им сказал, не берите себе ничего сверх того, что положено. Всего лишь. И это очень важный принцип, то есть он мог бы им сказать, откажитесь от сотрудничества с безбожной римской властью, поднимите восстание, в конце концов, да? Нет, просто будьте честными, хотя бы это. Воины тоже его спрашивали. Ну, а военное дело, оно всегда такая сложная вещь, потому что воин, он, в конце концов, человек, чья профессия насилия. Тем более, опять-таки, римская оккупация, то есть они подчинены Риму, они не воины, которые сражаются за свободу Израиля, они в некотором роде ровно наоборот. Так, а нам как поступать? Он им отвечал, ни у кого ничего не отнимайте и не вымогайте угрозами, вам должно хватать жалования. Опять-таки, почему такая фиксация на деньгах? Вот, ну, наверное, потому что деньги — это такое концентрированное выражение отношений между людьми. И насилие очень часто по поводу денег совершается, да? То есть люди стремятся себе заработать, ну, заработать как? В карман, да? Или отнять у человека, или сверх того, все эти откаты, да? Как у нас это принято называть. И достаточно для того, чтобы быть честным, вот просто от этого отказаться. Он не предъявляет никаких высоких нравственных ориентиров, да? Он призывает поделиться с тем, у кого ничего нету, и быть честным в отношениях. Это вот достаточно такой базовый уровень. Народ с нетерпением ожидал прихода Христа, и многие стали задумываться, не Иоанн ли это. Иоанн сказал им всем в ответ, «Я вас крещу, омывая водой, а за мной грядет тот, кто меня сильнее. Даже снять с него обувь я и того не достоин. И он омоет вас Святым Духом и огнем, ну, так, как Иоанн омывает водой. Он идет на свое гумно с лопатой в руках провеивать зерно. Пчаницу соберет житницу, а Мекину спалит в огне неугасимым». Зерно провеивали следующим образом, то есть обмолоченное зерно, там из колоса вылучены зерна, но осталось Мекина, то есть вот все эти части колоса, которые не употребляются в пищу. Его на вечернем бризе, а вечером в Палестине, в земле Израиля, веет ветер с моря, подбрасывали лопатой воздух, легкое Мекина выдувало с ветром, а тяжелое зерно падало обратно. Соответственно, Мекину потом можно сжечь. «Это и многое другое», — говорил Иоанн народу, учил его и возвещал благою весть. Еще он обличал тетрарха Ирода, Ирода Антипу, мы говорили уже о нем, за то, что жену Иродиаду он увел у сводного брата, у своего брата, за все то зло, которое Ирод совершил. За это, вдобавок к прочим преступлениям, Ирод заключил Иоанна в тюрьму. И смотрите, вот здесь упоминается история, которая, на самом деле, была очень скандальная. Внучка Ирода Великого Иродиада была женой своего дяди Ирода Филиппа Первого, что тоже не здорово, да, то есть племянница жена дяди, родила от него дочь, и единокровный брат Ирод Антипа увел ее и женился на ней сам. Вот такое кровосмещение в квадрате, как бы, да. И это, конечно, запрет, нарушен из книги Левит, 18 глава, 16 стих, где нельзя жениться на близких родственниках. И поскольку они все потомки Ирода Великого, поскольку они все правящие элиты, то это особо скандальная история, да. И, соответственно, получается, что, ну вот, дело не в том, что там кто-то не с тем живет, или кто-то там женился не на той женщине, которой бы нужно, а прежде всего в том, что человек, который правит израильским народом, открыто попирает закон Божий, да, и поэтому Ирод его, Иоанн его обличает. Ну, а что может сделать власть, когда ее злоупотребление обличается? В тюрьму. И вот, когда весь народ принял крещение от Иоанна, то был крещен Иисус. Так очень кратко об этом здесь говорится. «Когда он молился, небо раскрылось, и Дух Святой в телесном виде, как голубь, сошел на него». Лука отмечает «в телесном виде, как голубь». Вот именно у Луки такой оборот речи. Получается, что Дух Святой был зрим и осязаем. «Сошел на него и раздался голос с неба. Ты мой возлюбленный сын, с тобой мое благоволение». Этот эпизод, конечно, и у других евангелистов есть, но смысл его понятен. Вот начинается общественное служение Иисуса, и Господь, Отец, свидетельствует о том, что Он действительно Сын, и не очень понятно, кто этот голос слышал. «Сам Иисус, Иоанн, все люди». Неважно, потому что это... Вот у Луки уже это было, да, когда только пастухи приняли весть о рождении Иисуса, и в Иерусалиме только Симеон и Анна встретили Его как Мессию. Ну, не так важно, кто услышал. Важно, что это было. Иисус начал свое служение, когда Ему было лет 30. Он считался сыном Иосифа, Иосифа, мужа Марии, предки Иосифа, «Эли матат леви мелхи яна Иосиф матафи амас наум, эсли нагай маат матафи семиин, Йосеф и Иуда, Иоанн, рес изрывавель селуфиил нер мелхи адди ка косам, элмадам ир Иисус элиэзер, иорим матат леви, Симеон, Иуда, Иосиф и Иоанн, элиаким мелиа мэнна мататам, натам Давид, царь Давид, и сей овет, бооз, салам, наасон, аменадав, админ, арни, эстром, фарес, Иуда, Яков, Исаак, Авраам, те самые, Яков, Исаак, Авраам, терах, нахор, сырух, рогау, фалек, эвер, сала, каинам, арфаксат, сим, ной, тот самый ной, ламах, мафусалы, энох, иорет, малилиил, каинам, энос, сиф, адам, бог. Такое родословие, в начале которого бог. Адам, конечно, не сын бога, но сотворенный. В Матфеи немножко иной список, в самом начале первой главы. Может быть, разные традиции, может быть, некоторые имена по-разному писались, транскрибировались, передавались. Могут быть разные источники. Иногда говорят, что, возможно, ливератный брак здесь поспособствует, то есть ситуация, когда бездетный мужчина умирал, его вдова становилась женой его младшего брата, ну и рожденный ребенок, он становился, конечно, физически сыном младшего брата, но считался сыном старшего умершего, который не был его отцом биологически. Вот, мы не знаем, вот просто мы не знаем. А может быть, это сокращенная генеалогия, где-то пропущены имена, но в любом случае интересно, что Лука дает этот список в конце третьей главы. Почему? Матфей с него начинает. Но Матфей, он такой иудейский автор, да, вот он строит повествование по той модели, которая принята в ветхозаветной, вообще в иудейской традиции, где с родословия начинается все. Лука не отрицает эту традицию, поэтому тоже ее приводит, но он вспоминает об этом родословии тогда, когда ему важно показать, кем Иисус был в глазах людей, среди которых он проповедовал. Да, вот он считался сыном Иосифа, и вот родословие Иосифа. Но это не главное. Главное это то, что рассказано выше про Иоанна Крестителя, в самом начале про Рождество Иисуса, а вот социальная роль, она тоже важна, но она стоит на втором месте. Итак, Иисус принимает крещение, очень кратко об этом рассказывает Иоанн, и, собственно, начало служения и все, что с этим связано, оно будет в следующей четвертой главе.